Так, оборудовал в ванной лакокрасочку, позакрывал пластмассовой такой чепухой какой-то стены и будем начинать внутри задул, потихонечку красить снаружи, почему не потихонечку, потому что буду делать довольно долго, по чуть-чуть, чтобы не потекла, попшикаю, пойду там что-то поделать, давай, приду еще опшикну, понемножку, долго буду слои накладывать, так, ну что, я немного еще потер мелкой, мелкой мокрой шкуркой, сделал такое яичко, более-менее, ну здесь, так, но все равно будем делать ее под старину, поэтому сейчас буду вскрывать ее краской, взял маленький баллончик матовый, вот такой вот, 60 гривень, мальку, и сейчас ее всю полностью положу в ее, она будет на грунт идти, грунтовка, ну и как первый основной слой. Ну что, друзья, теперь самое интересное, значит, я беру обычную соль, насыплю солью, сделал вот так, кажется, я покрасил, забыл вот таким баллончиком полностью, я его туда вложил с обоих сторон, вот несколько слоев, хорошо пролоктовалось, получается, и теперь, вот этой вот субстанцией, просто солью, я выкладываю то, что я хочу оставить, скажем так, в черном цвете, потому что буду потом красить хаки, оливка, это как грунт, теперь выкладываю соль, зачем соль, увидите дальше, так, наношу касочку, я нанес соль, с водой, на любую поверхность, которую можно красить, можно это делать, мокрую соль, я сделал такие вот рваные рисунки, когда соль высохнет, мы задуем ее издалека, тонким слоем краски другого цвета, счистим и посмотрим, что из этого выйдет, так, додуваю я первый слой, вот так это выглядит, соль впитывает краску, потом мы ее сочухаем губкой, и посмотрим, какой остался эффект, так, я начал счищать соль, потихоньку, она уже вроде бы подсохла, взял губочку, сухую, и очищиваем, покрашиваем поверхность, получается приблизительно вот такая вот, высота, вот что, вот что у меня получилось, потертости как настоящие, можно было даже чуть больше, получилось замечательно, что реставрировать, удачи!